Всем привет, дорогие девочки! С вами Илона. Очень рада вас видеть на своем канале. Сегодня мы будем делать, точнее, сегодня я буду записывать видео о том, как я рисую стрелки гелевой подводкой. Сразу прошу прощения, если вы будете слышать какой-то посторонний шум. Это моя стиральная машинка. К сожалению, не получается мне записать никак видео без посторонних каких-то шумов. Ну, надеюсь, в будущем я это исправлю. Итак, начнем мы с приготовлений. Берем гелевую подводку, любую, какая у вас есть. В моем случае это Essence гелевый айлайнер в 0,2 оттенке London Baby. Отличная подводка, люблю ее. Она очень мягкая, пластичная, удобно ей работать. И буду пользоваться вот такой вот скошенной кистью от Coastal Sands, небольшой такой. И, если это понадобится, буду использовать вот такую вот более тонкую кисточку TECO TOOS. Что-то ей какие-то недостатки поправляет, скажем так. На глазах у меня уже тени и тушь. Я бы, конечно, все-таки советовала сначала наносить подводку, а потом красить глаза тушью. Но у меня получилось сегодня наоборот. Я набираю на кисточку немножко подводки. Если это нужно, я как бы излишки убираю. И суть в том, что я буду ставить такую вот линию от нижнего века. Примерно вот введу я вот так. Продолжаю свое нижнее веко. И ставлю на верхнем веке такой вот набросок. Далее я, наверное, немножечко еще наберу подводки. И мы будем рисовать линию на верхнем веке. Я буду делать подводку не от начала века, а от середины и вести к внешнему уголку. Делаю это максимально аккуратно, близко к ресничному краю. И веду эту линию к нашей изначальной точке. И соединяю. Вот получилась у нас такая тонкая линия. Я такую тонкую стрелку не очень люблю. Это выглядит, на мой взгляд, на моих глазах не очень аккуратно. Сейчас я буду эту линию утолщать. Делаю все точно так же. Вот получается примерно такая вот стрелочка. Очень просто, очень легко. В принципе, могу показать еще один вариант. Теперь буду использовать вот такую вот кисточку. Тоже набираю на нее немножечко подводки. Так аккуратненько это делаем. И опять-таки немножко утолщу стрелку. Сделаю немножко другую форму ей. Снизу чуть-чуть добавлю. И сверху. Вот получилась вот такая вот более кокетливая, более изогнутая стрелочка. Сейчас мы будем повторять все то же самое на другом веке. Так. Набираем аналогично на кисточку-подводку. Продолжаем линию нижнего века. Ставим первую изначальную линию. И все соединяем. И все соединяем. И делать ее более изогнутой. Не всегда это у меня получается очень аккуратно делать. Постараемся сделать так, чтобы стрелочки были максимально одинаковыми. У меня я уже вижу разницу между ними. Сейчас я немножко подправлю, сделаю, чтобы все-таки так, как стрелка на левом глазу мне нравится больше. Мы сейчас поправим, сделаем их более одинаковыми. Ну, что-то вот примерно в этом роде. Далее мы можем поправить что-то, что у нас получилось, может быть, не так, как мы хотели. Вот так вот. И еще один шаг, который можно сделать для того, чтобы стрелки выглядели более яркими. Можно воспользоваться консилером и под стрелочку вашу его нанести и растушевать. И так, в общем-то, стрелка будет выглядеть более аккуратно. Я сегодня не хочу этого делать. Обычно, в принципе, я этим методом пользуюсь и уже неоднократно сама вам о нем рассказывала. Вот вроде бы и все. Я, конечно, не профессионал, я не визажист, к сожалению, пока. Поэтому я показала такой способ самый простой, самый легкий. И, так скажем, я учусь вместе с вами. Если кому-то это видео было интересно или полезно, конечно, оценивайте, обязательно комментируйте. И, девочки, очень вас попрошу, оставьте мне какой-нибудь запрос, который вам будет интересно, чтобы я выполнила. Так как у меня немножко проблемы сейчас с темами в видео. Мне бы очень хотелось, чтобы вы что-то мне пожелали или посоветовали в этом плане. Очень рассчитываю на вашу поддержку. Всем спасибо за внимание и пока!